Всем привет! Привет! Это четвертый выпуск новостей о фестивале и сейчас мы расскажем вам несколько важных и интересных вещей о подаче заявок и о том, как будет проходить сам фестиваль Нам уже приходят заявки и мы хотим дать вам несколько советов Первое, что касается фотографий Главное, это максимально показать вашу готовность То есть, вы фотографируете абсолютно все детали, которые у вас готовы Купленные ленты и прочее, прочее, прочее Все, что у вас есть, все наработки по костюму с которым вы выступаете Все это нужно сфотографировать и показать организаторам Также вы фотографируетесь в костюме Естественно, желательно, чтобы это были несколько фото спереди, сзади, сбоку и все это вы уменьшаете потому что большие фотографии очень много занимают Все это вы заархивируете и присылаете нам через форму заявок на сайте Помните о том, что вы можете прислать через форму только один файл Поэтому, если у вас их несколько обязательно архивируйте Если вы будете их слать один за другим загружать форму к нам дойдет только последний Что касается сценических постановок и миниатюр Нам необходим от вас в заявке именно сценарий, выполненный в текстовом виде Нам нужно видеть от вас не только диалоги но и действия То есть сценарий должен быть выполнен так чтобы организаторы поняли что будет происходить на сцене всю постановку целиком смысл и все ваши действия И также из этого сценария будет очень легко прописывать сценарий по свету Сценарий по свету на самом деле очень удобно вписывать в сценарий постановки потому что если вы будете писать его отдельно вам придется писать тайминг для 10-минутной постановки у вас будет очень-очень много записей и к 7-й минуте световик может их просто перепутать забыть, опоздать на 5 секунд это может вам выйти боком если они вписаны прямо в сценарий между репликами реплика смена света такая-то реплика, реплика, реплика смена света и световик читает сценарий и видит ага, мы дошли до такой-то реплики меняем свет все все касается сценария по свету для дефиле лучше всего, если вы будете прописывать ее как раз не как для сценки по действиям а по таймингу это будет проще, легче потому что тайминг небольшой и действий на сцене у косплееров обычно немного они не ярко выражены поэтому проще ориентироваться на время чем на действия вообще лучше не мудриться световым сценарием для дефиле потому что это отвлекает чем больше отвлекает внимание свет тем меньше внимания обращает на вас на дефиле, на косплееров основная оценка в дефиле идет за костюм и за схожесть бонусов за стробоскоп вам никто не даст а вот если у вас будет половина дефиле в темноте за это баллы могут снять что касается фонограммы под которую вы будете выходить обрезайте ее согласно длительности указанной в правилах потому что это чревато тем что мы просто включим ее с самого начала и обрежем ровно на той длительности которая указана для данной номинации сцена несколько слов в группе уже было сказано есть все стандартные цвета красный, синий, зеленый, желтый, фиолетовый, белый цвета достаточно яркие цвета заливают как задник, так и шторы, кулис есть стробоскоп не очень быстрый, но достаточно мощный есть фронтальная подсветка которая будет удобна для караокеров для музыкальных групп есть световая пушка, следящая, зуммирующаяся дымовой машины, к сожалению, в ДК нет задние сцены ни черные, ни белые он такой серый там висит черная штура белая полупрозрачная между ними висят диоды дождь такой из диодов и он будет включен на дефиле это очень красиво смотрится с нейтральной синей подсветкой сцена 10 метров в ширину и там 8-10 в глубину 4 кулисы мы их постараемся не закрывать как делают иногда на фестивалях оставляют одну кулису но опять же не злоупотребляйте глубиной сцены подходите вперед потому что иначе вас будет просто не видно сцена очень глубокая на полу сцены паркет не линолеум так что никакой воды никакого огня никакого мусора никакого льда никакого песка ничего зал в ДК на 700 мест кресло удобно и мягкие сидеть будет очень удобно спать тоже спойеры просто из других городов любят отдыхать выходы из зала 4 2 на 1 этаж 2 на 2 этаж на 1 этаже в ДК будет ярмарка аниме товаров ярмарка от Сатори Сатори наш спонсор также на 1 этаже будет работать кафе кафе ДКшное достаточно бюджетное есть свой зал со столиками со стульями так что проблем с едой не будет на 2 этаже будет несколько магазинчиков иммейт в магазинах музыкальных групп стенд БЖД стенд на Джонго будет фотоугол фотоугол будет на видном месте что касается расписания фестиваля начнем мы запускать участников в 10 гостей в 11 и планируем начать сам фестиваль программа на сцене в 12 часов будет 2 перерыва скорее всего как и в прошлом году закончится фестиваль ориентировочно в 8 часов времени у нас в этот раз много мы надеемся что никакой спешки никаких опозданий и отмен в программе не будет в этот раз как уже известно мы продлили сроки подачи заявок так что успевайте теперь заявки принимаются до 25 августа до 12 часов ночи по Перми также покупайте билеты в магазине Сатори Колизей Атриум 4 этаж 18 августа последний день продаж по 300 рублей этот выпуск был перед фестивалем последний следующий будет уже после фестиваля отчетный мы надеемся что мы не сильно посидеем и у нас не будет много поводов чтобы плакать поэтому подавайте заявки чем больше заявок тем больше вы радуете организаторов все на этом мы с вами прощаемся ждем вас на нашем фестивале приходите радуйте нас своими выступлениями мы постараемся радовать вас хорошей организацией удачно дошиться пока всем пока нам необходим заявки от вас сценарий прописанный буквами 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 что касается светового сценария к дефиле не мудр вы а а как вот это и все 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 Я одна это запишу.